Кто может рассчитывать на получение новых выплат? В каком размере и когда будут осуществлены единовременные выплаты? Разберемся в этих вопросах прямо сейчас. На встрече с представителями партии «Единая Россия» Владимир Путин анонсировал ряд новых выплат. Речь шла о выплате пенсионерам и военнослужащим. Напомню, что не так давно родители школьников получили по 10 тысяч рублей, а еще дополнительную поддержку оказали и малоимущим семьям. Каждый год пенсионерам проводят индексацию пенсии. Как правило, процент индексации гораздо ниже фактического уровня инфляции. Так, с 1 января 2021 года неработающим пенсионерам была проведена индексация пенсии на 6,3%, что примерно составляет 1 тысяч рублей, а инфляция составила 6,5% и съела эту тысячу. Работающим же пенсионерам перерасчет пенсии был сделан только в августе 2021 года. Таковы правила пенсионного законодательства. Ранее действовал мораторий на перерасчет пенсии таким пенсионерам. Прибавка работающим пенсионерам составила в среднем примерно 250-270 рублей. И накануне предстоящих выборов глав 12 регионов субъектов федерации, а также депутатов Госдумы, президент России счел эту ситуацию недопустимой. На сайте Кремля 24 августа этого года были опубликованы сразу два указа, подписанные Путиным. Первый называется «О единовременной денежной выплате отдельным категориям граждан, получающим пенсию», а второй – «О единовременной денежной выплате граждан, получающим пенсию». Подожди. Ам, что? Такое разграничение сделано неспроста. Единовременные выплаты должны получить как обычные пенсионеры, так и военные пенсионеры и приравненные к ним. К военным пенсионерам относятся лица, которые проходили службу в МВД, Росгвардии, МЧС и в других подобных ведомствах. Размер выплат всем категориям пенсионерам составит 10 тысяч рублей. Выплата будет единовременной. По словам председателя Госдумы по бюджету и налогам Андрея Макарова, экономика уже оправилась от кризиса. А данные выплаты будут осуществлены за счет дополнительных доходов бюджета. То есть данные выплаты – это есть не что иное, как показатель восстановления экономики. Выплаты предназначаются людям, которые по состоянию на 31 августа этого года являются пенсионерами. Выплаты положены также пенсионерам, которые работают, то есть одновременно получают и заработную плату, и пенсию. На встрече с представителями партии «Единая Россия» речь шла еще о выплате военнослужащим по 15 тысяч рублей, которая также будет единовременной и планируется по итогам работы за 2021 год. Пока никакой конкретики в отношении данной выплаты нет. Всем ли военнослужащим будет выплачено, либо только отдельной категории. Для того, чтобы получить единовременную выплату, пенсионерам не нужно штурмовать здание пенсионного фонда, а также нет необходимости писать никаких заявлений или пользоваться сайтом госуслуг. Выплаты будут назначены автоматически территориальными подразделениями ПФР на основании имеющихся данных о пенсионерах, проживающих в России. Все категории пенсионеров начнут получать эти выплаты в сентябре этого года. В указах говорится о том, что если пенсионер не успеет получить деньги в сентябре, то до конца 2021 года эти выплаты будут осуществлены. Единовременная выплата может перечисляться на карту МИР, либо выдаваться наличными деньгами. Все зависит от того, как именно получает пенсионер пенсию. Например, если по Почте России, то доставка единовременной выплаты будет этим же способом. Пенсионеры, как и другие категории граждан, могут иметь невыплаченные долги по кредитам и займам. Если пенсионер не погасил свои долги добровольно, тогда судебный пристав может взыскать деньги принудительно с его доходов. Единовременная выплата в размере 10 тысяч рублей обладает иммунитетом от взыскания. Помимо этого, она не будет включаться в расчет дохода для получения социальных выплат. То есть размер прожиточного минимума в регионе будет сравниваться с доходом пенсионера за минусом единовременной выплаты. Более того, тем гражданам, которые проживают в специализированных организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в стационарной форме, также будет начисляться единовременная выплата в полном объеме. Речь идет о домах-интернатах или пансионатах для лиц пожилого возраста. Правда, в таких учреждениях пенсионер навряд ли сможет потратить эти деньги. Вместе с тем, указанная сумма наряду с пенсией наследуется. Можно по-разному трактовать причину принятия решения о единовременных выплатах. Забота о достатке граждан или потку в пенсионеров как самой активной части электората. В любом случае, для пенсионеров эта сумма является хорошим подспорьем к основной пенсии. Если у вас остались вопросы после просмотра этого видео, смело пишите их в комментариях к нему, и юристы компании Роско с удовольствием на них ответят. И, конечно, подписывайтесь на наш канал, где вы найдете массу полезной информации, не только для бизнеса, но и для себя лично. Будь в курсе, будь с Роско.